В очередь за аттестатами. Для 12 тысяч алтайских выпускников такой формат вручения самый лучший вариант из всех возможных во время пандемии. Хотя бы можно лично получить документ, увидеть одноклассников, пусть и на расстоянии, а не по скайпу. Сами же аттестаты вручают в школе после строгого фейс-контроля. Выпускники выдерживают между собой дистанцию 2 метра, затем подходят, измеряют температуру. 34,5. Дезинфицируем руки. Надеваем перчатки. И ждем своей очереди. Дальше коврик с дезинфицирующим раствором. Здесь уже в школе получаем аттестаты, расписываемся у кого-то медали и отправляемся на фотозону, потому что все-таки праздник. Хотя это, конечно, не особо ощущается. Классам пришлось отказаться от забронированных ресторанов, а выпускницы приходят на вручение аттестатов без вечерних платьев. Немного это странно будет, приходить слишком нарядными разе двух минут. Просто пришли в школу забрать свои аттестаты и все. Сейчас в июле экзамены будут, потом, может быть, соберемся со своим классом где-нибудь, немного отметим. Не, ну, конечно, печально, но одновременно радостно. То есть есть какие-то плюсы, получается? Ну, плюс то, что аттестаты забрал и все, я закончил. Повезло двоечникам. В этом году выпускники получают аттестат раньше, чем сдают ЕГЭ. То есть никто не останется на второй год. По сути, если вчерашнему школьнику не нужны для поступления русский или математика, их можно не сдавать. Помним по прошлым годам о том, что русский и математика – это были обязательные экзамены для получения аттестата. Сегодня таких условий нет. Единый государственный экзамен будет проведен только как вступительный экзамен в ВУЗы. И дети на сегодняшний день выбирают для себя те экзамены, которые им необходимы для поступления. Первые экзамены для алтайских школьников пройдут 3 июля по литературе и географии. В ВУЗах уверяют, что выпускники успеют подать документы и надеются, что новый учебный год начнется в штатном режиме. Ну, а выпускникам 2020-го точно будет, что вспомнить и рассказать внукам. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.